Слышу голос из прекрасного далёка, Голос утренней в серебряной рассе, Слышу голос и вонящая дорога. Смотрите, обращаясь, он, надеюсь, видит меня, Количе Иванович Макаров, я сразу объясняю. Казалось бы, очень грубая такая формулировка. Я слово обнаглел, использовал во времена, Потом Троценко взял и перевёл в текст, И вот он текст. Посмотрите, красота какая. Он перевёл это в текст, видите, Вот, с фотографиями, освежил фотографии. Ну что, не красота? Вот, сейчас я объясню, к чему я. Итак, человек с золотыми руками, Это всё он меня цитирует, так? Вот, а дальше, вот ради этого, смотрите, Информация ноль. Это уже реакция, некий Василий. Вот, информация ноль. Кто такой Макаров, где-то он выращивает. Приезжайте, угощу. А куда приехать, на деревню бабушки? Вот, смотрите. Я на данный момент, Из той же фраз, что было, не я уже, А, это самое, Павел Троценко, Вот, это уже, уже не потерялся. Просто он, наверное, не обратил внимания на это. Или звонить не хочет. Вот. А где живёт? Вот, Калужская область, Солнечка. То есть, примерно уже можно прикинуть. Северный, южный, восточный, западный. Так что, претензия, я бы сказал, не сказать, что басонна. А для нас что? Лишний повод, это, показать, какие мы ребята крутые. Даже не верит, что такое возможно, пишет Гординин Мусин. Чиберева пишет. Невероятно, как на юге. Может, и у нас так будет когда-нибудь. Мы стараемся не резать молодые плодовые. По железову. Вот, видите, распространяется, расходится. Мы стараемся не резать. Уже только из-за этого жизнь не зря прожита. И ещё раз говорю, место в раю мне обеспечено, но только с лопатой, тяпкой. Вот. Я и там буду работать. Итак. Вот это мы прочитали. А теперь возвращаемся обратно. Это ещё не всё. Вот. Объясняю. Вот эти вот такие, ну, грубые слова. Что значит обнаглел? Алексей Иванович, поймите правильно. Сейчас пошла такая тенденция. Я много бываю в Яндексе и прочих гуглах. Вот. Такая тенденция. Или броское на зоне, или никто читать не будет. А тут, представляете, записки зачарованного садовода прямо в этом, в Яндексе. Человек читает. Макаров совсем обнаглел. Что за Макаров? Ах, обнаглел? Ну-ка, почитаем. Поняли, почему броски заголовок? И, наконец, это не всё. Вы уже пошли в серию. Смотрите. Опять Макаров. Я ничего не путаю? Алексей Иванович. Серьёзный мужик, работяга. Вижу прекрасный сад. Вот. Видите? Ещё одна публикация про вас. Посмотрите, какие у вас руки золотые. Каждый может вот так вырастить. 100 из 100. Видите? Вот. Ну, понятно. Это самое... Как сказать? С каждым таким публикацией ваши шансы растут. Вы и так в высшей лиге. один из первых. В общем, привет, Алексей Иванович. Мы пошли дальше. Я отчитался за то, что мы творим вместе с Троценко Павловым. Пошли дальше. Ой, ну красота какая. Я, Железов, до последних лет был уверен, что невозможно в средней полосе вырастить то, что растёт. То, что в Херсонской области на юге там специальные плантации винограда. Уверен был. Ну и что? Ну как так? Я не понимаю. Уже лета не должно хватать. Им солнца не должно хватать. А? Алексей Иванович, колитесь, съездили в Крым, там наделали фотографию. Ну как так? Ну как? Кого с кого? Ну? Там, где Мичурин? Вообще, правильно обнаглел? Что ты скажешь? Про меня так раньше говорили? Не верили? А теперь вам не поверят? Ладно. Поговорили. А кто такой Макаров? Где выращивает? В Крыму где? Шучу. Так.